Владимир Ружицкий провёл онлайн-встречу с жителями округа. Вопросы здравоохранения, благоустройства и работа общественного транспорта стали главными темами. Первая тема встречи – распространение коронавирусной инфекции. Глава округа отметил уменьшение количества заболевших и увеличение свободного коечного фонда во всех ковидных центрах Люберец. В округе полным ходом идёт массовая вакцинация. В нашем городском округе таких пунктов сегодня 8. Это поликлиники 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Кроме того, вакцинироваться можно и в мобильных комплексах. С расписанием их работы можно ознакомиться на сайте администрации округа. Продолжая тему здравоохранения, Владимир Ружицкий отметил, за последние 5 лет в округе открылись 9 объектов здравоохранения. Отремонтированы 36 поликлиник и больниц. В перспективе запланировано строительство и открытие 10 объектов здравоохранения. Все эти вопросы находятся в поле зрения администрации. Эти вопросы находятся в поле зрения на контроле. И в этом плане жесткий контроль со стороны правительства области и лично губернатора Андреевича Воробьёва. Поэтому эти вопросы, что я озвучил, они, естественно, будут решены. Другой главной темой встречи стал вопрос доступности общественного транспорта. Жители спросили о начале работы автобусных маршрутов из ЖК Люберецкого и сообщений с посёлком Лыткарина. Также люберчане пожаловались, что из района Наташинских прудов проблематично добраться до метро Выхина. В завершении встречи Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто задал свои вопросы. Все они зафиксированы в протоколе собрания и приняты в работу.